Как он жужжит! Здравствуйте, глупо уважаемые любители лёдных вида спорта! Ни за что не догадаетесь, где мы. Мы на легендарной выставке Фрисдрихаффен. Вот она, вот эти павильоны. Я ещё сам не знаю, куда идти, но мы там, где раздают счастье, посмотреть на самые яркие достижения авиационного мира современного. Друзья, мы подошли к автожирам. Что это такое? Это определённая ветвь развития авиационной техники. Автожир, да, это с одной стороны ещё не вертолёт, но с другой стороны уже не самолёт. И, конечно, вот как вот эта хрень выглядит, реально впечатляет. Посмотрите, какое интересное инженерное решение. То есть, толкающий винт вот здесь находится, хвост, который автожиру, в общем-то, видимо, нужен. Какое-то крыло, которое в полёте создаёт небольшую подъёмную силу. Ну и так вот, ротор, который позволяет этой всей хреновине взлетать с максимально короткой дистанции. Посадка здесь, как вы видите, впереди пилот, сзади, наверное, два пассажира, возможно. Скорее всего, эта штука трёхместная. Интересно. Автожир с крыльями я ещё не видел. Зачем крыло может быть? Просто это всё позволяет летать на более высокой скорости, скорее всего. Сейчас мы попробуем найти на неё какие-то характеристики. Выглядит эта штука феерично. То есть я недавно спорил с одним коллегой, который говорил, что автожир – это вообще такая вещь, такая вообще замечательная. Я говорю, слушай, если она такая замечательная, почему же все на них не летают? Вот эта вот, наверное, штуковина, шестерёнка – это предварительная раскрутка ротора. Всё это сделано для того, чтобы этот автожир действительно мог очень быстро с короткой дистанции взлететь. Собственно, его преимущество, что он – это почти вертолёт. Но, в отличие от вертолёта, у него нету привода на этот винт. То есть он летит за счёт того, что, соответственно, вот этот винт толкающий создаёт движение. Ну, по сути, он летит как вертолёт на авторотации. И из-за этого это, можно сказать, почти планер, который летит, пока работает двигатель. Если двигатель не работает, он всё равно летит, планирует. Но есть у автожира в свои подводные камни, в свои плюсы. В общем, тема такая сложная. Как ты относишься к автожирам? Не знаю, никогда не пробовал. Очень интересно. Да? Вот это мне нравится, штуковина. То есть она уже… Ну, это красивая. Она красивая. Она может приземляться практически, как вертолёт. Ну, по сути, да. Знаешь, меня больше всего, что смущает, что сверху есть вот такая вот длинная хрень, ротор. И ты никогда не знаешь, когда он сломается, потому что столько всякого всего вращающегося, всякие вибрации, фигации, ещё чего-то. Нет, достаточно одежды. Ну, понятно, любая птичка в этот ротор, ещё чего-нибудь. То есть, понятно, так же можно думать, что крыло планера можно то же самое словить. Конечно. Но вот меня всегда в автожирах смущает вот эта штука. И если бы у неё был стреляющий парашют, то я бы первый сказал, что вещь. Тогда должен быть отстреливающийся винт. Как вы видите, друзья, нет в мире совершенства. Но мы попробуем сейчас почитать про эту штуку. О! Пока не понимаю. А, ну, да, два пассажира, может быть. Можно груз таскать. Здесь должна была быть какая-нибудь мужественная музыка. Оп! Ну, летает, смотрите, друзья. Ведь не врут. Вот эта штука, которая там стоит, она вот так летает. И это уже, конечно, от автожира отличается как... Довольно существенно. Всё-таки есть ещё аэродинамика, какая-то крыла. Видимо, это каким-то образом стабилизирует всю систему. То есть, такой реальный классный гибрид, да? Слушай, ну, красивая. Смотри. Ну, красивая, я не знаю. Ну, то ли он здесь не дособран как-то, но я не увидел механизма, который был предраскручивал... Как это? Вон же, вон же там шестерёнка. Шестерёнка, но исполнительного элемента никого нет. Как-то нет. А, ну да, друзья. Шестерёнка есть. А элемента нет. Ну, там гидравлика должна быть, маленький гидромоторчик. Ну, или гидромоторчик, или электромоторчик, или что? Микро-гидро-электромоторчик, чтобы раскрутить винт. Написано, сюда не наступать. Это углепластик. Это для того, чтобы вся конструкция была жёсткая. Интересно было бы на этом полотенце. Да, согласен. Вот меня на выставке вот эта хрень впечатлила. Пошли дальше. Ан-180. Что это за самолётик? Скажи мне, как вертолётчик вертолётчику, что это за штука? Аэш? А-Аш? Ситрон какой-то. Ну, газотурбинный. Видишь, у него выход какой. 180 лошадиных сил. Турбиночка небольшая. Значит, работает на дизеле. Смотри, какой простой. А вот уже мы попадаем в царство вертолётов. В этом я вообще ничего не понимаю. Вижу только что четырёхместный вертолётик. Собственно, я так понимаю, при покупке вертолёта шампанское в подарок. Да? Нравится такая хрень? Да. Четырёхлопастной – это побезопаснее, чем двух? Ну, конечно. Да? Ну, вот вам, пожалуйста, четырёхлопастной вертолёт, который Сергей хвалит дальше. Трёхлопастной вертолёт. Какие хотите, такие будут. Опять же, ещё один трёхлопастной вертолёт. Это у нас, я так понимаю, автожир. И это, конечно, уже автожир. Крыла у него нет, как у того. Но выглядит симпатично. Четырёхместный. Нет, двухместный. Аккуратненько всё такое зализанное. Красивенькое. Тоже двухбалочная вот эта конструкция. Видимо, какой-то это имеет... Ну, видимо, нужен точно стабилизатор, кили. И, соответственно, в две балки сбоку пропускается между ними винт. Совершенно логичная схема. И вот здесь уже видно предварительного... Предварительная раскрутка винта. Вот она. Вот этот вот гидрошланг. Ну, рукав высокого давления. Я вот сколько лет в гидравлике до сих пор нормально разговаривать не научился. Он как раз приводит в движение гидромотор, который раскручивает, собственно, винт. Вот ещё как это выглядит. О, очень красивая экспозиция. Ведь так и подсветочка сделана. Грамотный стенд, согласен. Может быть, в автожирах, когда они вот так выглядят, что-то есть. Потому что, как правило, выглядело это намного хуже всё, что я видел до этого. Очередной двигатель. 40 лошадиных сил. Е-проб. Моторчик этот, судя по всему, как раз специально разработан для этих гиропланов. Потому что, судя по всему, стремительно, можно сказать, эволюционирует. Из уродливых таких вот штук непонятных до вполне себе красивых. Видите, даже вот номер повесили. Что можно ехать на нём по дороге общего пользования. А потом взять и взлететь. Здесь 915-й роток установлен. Уже вполне себе такая мощная штуковина. И вот этот должен лететь немножко быстрее. Потому что, видите, посадка у него не параллельная, а последовательная. И это значит, что сопротивление меньше, едет быстрее. Огонь. Любовь моя, унимок, друзья. Рассказываю историю. Я вот такой аппарат унимок разобрал до винтика. Но только старенький, который олимпиаду в 80-м году подметал с двигателем 60 лошадиных сил. Разобрал до винтика и сделал из него лебедку. А история, как я полюбил этот примок. Я летал в Курае, где немцы доехали, естественно, с Германии до вот этой Чуйской степи. И в ручьи заехали набрать воды. Ну, там брод. Они заехали, выкинули шланги, набирают воду. Идет какая-то бабушка. Смотрит на номера. И говорит, давай чехвозь. Так вот ты клятый, нашу еще и в воду тырите. И так далее. А какие же гады. Ну, мы с бабушкой говорили, бабушка, это же гости. Они проехали там 6 тысяч, 7 тысяч километров, чтобы, значит, посмотреть красоту Чуйской степи. Нет, вот. Ну, и я познакомился с этими немцами. Они рассказали об этой машине столько всего хорошего. Я в нее влюбился. И дальше по чуду совершенному. Мне досталась машина там не за очень большие деньги. Но в плохом состоянии, который я привел в идеальное. Она сейчас работает в школе в Санкт-Петербурге у Артема Лозового. Привет. Привет в моей любимой машинке и в моим хорошим друзьям. Работать будет вечно. Потому что вот это вот не может не работать вечно. Не вечно. Посмотрите, какая. Это же вот какой-то, ну, не знаю, не дом на колесах, а что-то чудовище какое-то на колесах. У него, получается, поднимается крыша. Вот это вверх. Это может вообще проехать, по-моему, везде, где только живут люди. Друзья, вот, смотрите, я маленький такой, вот, метр восемьдесят. Вот, и худенький. И вот это вот чудовище огромное. Вот это что за хрень? Вот это какое-то, что-то такое уже очень ядреное. Рубленные формы такие. Посмотрите, какой огромный сарай летающий. То есть автожир, но с такой кабиной. Называется он, видите? Аисус какой-то. Это будет и дельтаплан. Тоже такой весь зализанный, красивый. Очередная вариация на тему гирокоптеров. Гирокоптеров, могу сказать, что гирокоптеров или как там автожиров, их действительно много снимают. Тьфу, много снимают. Много представлено на выставке. Может быть, в этом что-то и есть. Но боюсь я вот этой вот летающей мельнице. Слишком много в ней всего крутится. Наконец-то Сергей дождался счастья. Вертолеты. Всю выставку ходил, мечтал о такой штуковине. Вот. Такой симпатичный вертолетик с моторчиком в кольце. Даже, видите, что-то там работает. Двигатель. Ой, даже не знаю, какой. Ну, видно, что это не турбина. Что-то внутреннее сгорание. Вот он еще. Этот же вертолетик в другом виде подвешен. Швейцарский вертолетик. Красивый. О, вот они у кишочки хорошо видны сейчас. Друзья, как это все выглядит. Под брюшья. Явно летавший, видите, не халтура какая-нибудь. Настоящий летавший экземпляр. Пойдем дальше. Зал. Слава вертолетов. Тишина наступила. Все уже разбежались. Ну, тут, понятно, классический Робинсон 66-й. Тут никого не удивить им. 44-й. Это у нас что-то трехлопастное. Мне почему-то трехлопастные вертолеты нравятся. Не знаю почему. Вот хоть у меня... Понятно, что его парковать сложнее, но как-то веры у меня больше в три лопасти. А вот в две веры нет. Вот видите, опять хороший трехлопастной вертолетик. Это уже военный какой-то аппарат. Дошли до военной части выставки. Даже такая присутствует. Какой-то летающий сарай большой. Даже вот тот случай, когда я бы сказал, что красивая вещь летит, но вот это совершенно некрасивая вещь. Но, видимо, тоже летит. Но выглядит она, конечно, феерично. И она двухлопастная тоже. А вот это уже выглядит лучше. Фаербас. Какой-то серьезный вертолетик для там... Не знаю для чего. Но судя по тому, что военных вокруг много, видимо, для нужд армии. Вот этот. Вот больше всего мне, наверное, нравится вот этот. Большой. Красивый. Изящный. Это полицейский. Нет. Уже не нравится. Полицейский я боюсь вертолетов. Ой. Вот так. Да, это все-таки уже тематика. Опять же, вот это тоже, видимо, полицейский вертолет. Все серьезно. Ну, такое понятное, что простому смертному человеку не нужно. Это все для цели государства. Это нам не сильно интересно. Очередной Робинсон 44. Потом какая-то большая. Опять штуковина. Ну, они, конечно, вот такие вертолеты поражают воображение. Прям вот бел 412. О. Как-то вот немножко так аж голова от не кружится. А вот, видимо, веселая и славная штучка. CH-77. Вот это все в вариации на тему Ранобота. Все просто. Двигатель Rotex. А, так вот он и есть. Вот он и есть. Ранобот. Такой вертолетик есть у друга моего, Саши. Потрясающая штука. Простая. Классная. Летающий мопед. Я делал как-то случайный ролик про CH. Другой, который не рано вот, а компресс. Есть на канале. Ну, как-нибудь, как Саша наконец-то доедет до меня, обязательно сделаем про этот вертолетик обзор. Это у Сашки моего друга такой вертолет. Мы на нем, знаешь, как гоняли по горам. У него, получается, запас по мощности достаточно приличный. Он там и на высоте хорошо придет, потому что турбина есть. Потрясающая игрушка. Простая, как валенок. Да, это Rotex. Это Rotex. И жрет он немного. Вот твое счастье, если ты вертолеты еще любишь. Ну, там внутри втулки находится тяга, которая все это регулирует. Да, действительно, под нентовая штуковина изобрел ее аргентинец один. А ребята, которые его производят, братья, они, ну-то, скажем так, эту идею сэксплуатировали. А вот это уже очень большое что-то. Это, друзья, Белл 505. Огромная штуковина. Прям вот, я бы так сказал, гигантская. И она скольки местная? Нет, она несмотря на то, что 5-ти местная. Но она сильно больше, да. Сильно больше. Бочка топлива. Поэтому он так сначала считал. Очень полюбил планер за это. Друзья, мы, похоже, завершили. Это был вертолет и был крайний зал. И, наконец-то, не прошлось 8 часов. Как рабочий день на выставке. Мы все обошли. Самым замечательным павильоном был, естественно, с гибридными технологиями павильон. Там, где планера. Я сейчас туда возвращаюсь. Попробую провести оттуда стрим. А со всеми прощаюсь. До новых встреч, друзья. До новых позитивных роликов. Приятно было потусить с вами на выставке. Пишите, как вам понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok